Джон Мильтон, английский поэт и публицист, причем при жизни был больше известен как публицист, а после смерти как поэт. Но у него отец был протестантом, он довольно много учился и известен именно глубоким образованием, что широко проявляется в творчестве. Еще его самый первый учитель Томас Янг обучил его греческому и латинскому, и он прямо с детства читал в большом количестве античную литературу в оригинале. Затем он учился в школе святого Павла, это филологическая в основном грамматическая школа, где продолжали ему вдалбливать латынь. Известно, что Мильтон также знал древнееврейский язык и в оригинале постоянно читал Библию. То есть Библию, даже когда он слепой был, дочки читали Библию на еврите, в оригинале только он признавал, а переводов нет. Окончил он Кембриджский университет, там он уже начал писать стихи довольно-таки спокойные, пасторальные, это еще были 30-е годы перед революцией, все было довольно спокойно, подражает стихам периода Елизаветы. Затем он проехался по Италии и Франции, где познакомился с различными интеллектуалами. То есть первая половина жизни была очень успешной, а все остальное было очень бурным, потому что пошла революция. Поселился он в Лондоне, где начал впервые писать трактаты публицистические, стал известен как публицист. Все больше политические события крутились, и он в них участвовал активно на левых, он был самый левый, он был пуританин-республиканец. Самый радикал, вот Мильтон, это левое крыло английской революции. В 1942 году женился на мэрии Поуэлл, жена через год его бросила, чем совершенно его расстроило. И дальше он про семейную жизнь писал в большей части всякие гадости, что бабы все гады, это все такое. Истерички бросила его, короче, жена, и он возненавидел брак и женщин. Тем не менее, имел еще двух жен и имел дочерей. Однако с дочерями регулярно ругался. Он их заставлял читать ему всякие тексты на непонятных языках, которые они не знали, и все время там все путали. И поэтому он ругался со своими дочерями. Ну, он слепой был. Значит, все сороковые у него была успешная политическая карьера, потому что шла революция, и левые побеждали, и он был левый. Однако к 1952 году он полностью ослеп. Видимо, много писал, технологии были при свече, там все такое. Ослеп, и вот дальше секретарь, дочки, они ему тексты читали всячески, вот так он книжки читал. Тем не менее, слепой он продолжал писать, и именно слепым он написал три свои основные поэмы «Потерянный рай», «Возвращенный рай» и «Самсон-борец». И продолжал писать всякую публицистику в огромном количестве. Его более-менее продвинули, когда пришли республиканцы, раз он за них был. Он занимал место правительственного секретаря для латинской корреспонденции. Поскольку международный язык был латинский, Мильтон его в совершенстве знал. Вот он там работал в МИДе, у этих революционеров, и на латыни им составлялся возможные тексты. При этом он продолжал оставаться крайне революционных взглядов. Писал все 50-е памфлеты против роялистов, то есть против монархистов. Памфлет о реформации ему известен. Потом имеется памфлет «Скорый и легкий путь к установлению свободной республики». Это он прямо в 60-м писал, когда уже шла реакция, уже ко власти король возвращался, и он все равно написал, что надо республику. Наиболее известен его текст о реапогетика, где он аргументирует за свободу слова. И это его позиция позднее победила. То есть он даже в период Кромвеля, когда осуществлялся террор против всех политических взглядов, он выступал тем не менее за свободу слова. Будучи, впрочем, на службе именно у Кромвеля. Когда вернулись монархисты, естественно, его со всех должностей сняли. И в 60-м году он был уже слепой, бедный и никому не нужен, кроме своих дочек, с которыми он ругался. Потому что они не знали иврита. Полагают, что где-то в 50-е годы он перешел уже с пуританских позиций на антитринитарные. То есть он не верил в Троицу. Это было запрещено, но по поэмам очевидно. Так вот выводят, что в поэмах очевидно, что он был уже антитринитарием. В 60-е. Поэму «Потерянный рай» вышла в печать 1667 год. Писал он ее в 60-е, уже после поражения революции. Его по амнистии, естественно, ничего с ним не делали, но его уволили и денег ему никаких не давали. Вот он писал поэмы на пенсии. «Возвращенный рай» 1671 год. «Потерянный рай» посвящен бунту сатаны против Бога, 12 книг. И описывает историю первого человека Адама. Относительно «Потерянного рай» отмечают, что стиль довольно тяжелый, архаический. Видимо, потому что он знаком с древними всякими языками. Он довольно много вставляет там латыни, устаревших слов английских. Но красиво так. Тем не менее, вот английские именно литератроведы отмечают, что тем не менее выразительно, хотя язык даже для того времени какой-то странный, такой утяжеленный. Яркий образ сатаны. Там, в общем, в тех местах, в каких сюжет соответствует Библии, он в точности соответствует Библии. Но к этому он досочиняет огромные истории и большей частью прочертей. В основном там с точки зрения сатаны показано, что вот он готовит восстание, всё там соблазняет Адама и Еву, всё такое. И прочертей подробно, а про ангелов как-то вот так кратко и схематично. Сатана типичный такой революционер у него, демонический образ такого повстанца. Но это всё явно по мотивам революции, в которой он участвовал. Ну и отмечаются там постоянные вот эти переругивания страшные между сатаной и ангелами, явно напоминают политические дискуссии вот того времени, явно за власть борются. То есть он пишет о Библии, а имеет в виду всё-таки революцию. Большая там психологическая картина борьбы неба и ада. Жажда свободы довела сатану до полного восстания. Тем не менее он против этого всего, естественно, будучи пуританином. И против демонической патетики он пытается идиллическую создать, там любовь, рай и так далее. И тоже вполне искренне. Причём для него добро и зло, они практически равноценны, и это тоже все ценят. То есть у него такая непримиримая борьба между сатаной и богом. Потерянный рай наиболее известное его произведение повлияло на Байрона, который тоже динамические личности. Вообще изображение зла мировой литературы почти же зло не изображалось в период возрождения. А вот тут именно зло, и это привлекательно. Потом в период реализма очень много будет зло изображать. И Мильтон там пригодится с его традициями. Возвращенный рай описывает искушение Иисуса Христа сатаной. Отмечает, что возвращенный рай слабее. Во-первых, очевидно, что он явно уже не на паританских позициях, а какой-то квакер-антитринитарий, скорее по заявленным позициям. Во-вторых, уже явно реставрация давно монархии, и он в качестве сатаны изображает короля Англии. То есть начинается такая прямая сатира политическая, из-за чего теряется образ, теряется психологизм, теряется философия образа. Все превращается просто в сатиру политическую. А Иисус Христос для него практически революционер. Высказываются эти демократические идеи. В общем, опять под видом вот этого всего он изображает революционную борьбу. Причем Иисус Христос, получается, у него за левых республиканцев, а сатана, соответственно, за монархистов. Но вот из-за большого количества политики, морализма, абстрактности ругают возвращенный рай, и он менее популярен. К тому же, на официальное христианство там все не походит. Даже и в потерянном рае не походит, но это как бы закрывает глаза, там сатана такой яркий. Ну и вот в этом плане он известен именно как создатель такого эпоса пуританского. Поэт-революционер, потому что революции только начинались, вот он первый такой поэт-революционер. А Мильтоне продолжают спорить, потому что вот и идеалы его такие, частично его идеалы для нашего времени актуальны, частично нам непонятны, понимание христианства у него крайне своеобразное, образ сатаны довольно яркий, и вот обо всем этом споры, безусловно, продолжаются.